И вновь приветствую вас, товарищи бритвоманы. Здравия всем желаю и представляю сегодня вам обзор трех эксклюзивных бритв из сложного Дамаска. Почему я зачастил с производством бритв? Потому что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И у нас тут в другом направлении, то есть в другом производстве, все как бы притормозилось, все еще пока в каком-то ужасе, там пребывают, там цены растут на 20%, все ах, ах, там вместо 2000, примерно, 2400 теперь стоит. И там есть такое какое-то затишье легкое. И, пользуясь случаем, я занимаюсь своим любимым делом. Не это ли здорово? И давайте приступим. Это самая, все-таки, наверное, большая бритва из вот всех представленных на сегодня. Древесина. Опять черное дерево неизвестной породы. Никто не знает, что это такое. Но у меня закрадывается мысль, что это мореный дуб. Но мореный реально. Почему? Потому что древесина очень-очень жесткая. Прямо вот очень жесткая, но и очень легкая. И структура чем-то напоминает все-таки вот этот мореный дуб. Просто он бывает крашеный дуб в основном. Ну, это, я вам скажу, ничто. Это просто хлам. А вот мореный дуб именно вот такой. Поэтому я подозреваю, что это именно он. Но не буду утверждать. Черное дерево какое-то. Инкрустация и серебро. Всечка. Кто как называть. Я когда говорю всечка, говорят инкрустация. Говорю инкрустация, говорят всечка. В общем, есть кому меня подучить. Дальше. Так, еще не дальше. Вот так вот мне показал. По полотну тот самый сложный дамаск. Сейчас я его макро сниму вам, чтобы вам каждую мелочь прямо было видно. Каждая деталь, как говорится. Так, отблеск поймаю. По заточке. Все кромочки тоненькие, ровные, правильные. Чем это хорош дамаск? От других всяких разных там марок. Ну, не марок, это неправильно сказано. Но дамаск лучше просто моностали тем, что его хорошо отличить. К примеру, закален он или нет. Если он закален, то у него глубокое вот такое вот травление. И оно темное. Значит, клинок закален. Если вы видите такой бледный такой этот рисунок, мелкий, практически его нет. Это не закаленная сталь. И не закаленная вам не надо. Сразу говорю. Потому что это край крайний. Вот как-то так. По хвату показываю. Кто, если любит хватом, держать вот таким бритвенным. То есть, палец, два пальца и здесь мизинец. В конце поврежем волосок. Так, все закрывается ровно. Клиншек четко из того же материала, из чего я права. Вот так вот. Ну, так же хочу сказать то, что эти бритвы, они с минимальным повышением цен. Минимальным. Потому что реально цены не поднялись настолько, насколько их малюют. Поэтому все будет хорошо и доступно. Так же вот эта вот черная древесина, которую я подозреваю, что это мореный дуб. Инкрустация серебром. Не знаю, фантазии у меня особо нет. Что нарисовать. Рисую от руки, никаких сводилок. Надо будет картинки поискать. Может, что-нибудь еще найду. Но вот эта резина очень сложная для вот таких вот делов, таких вот всечек. Потому что она очень жесткая. И вот под это серебро очень сложно сделать пазы. Так, эта бритва меньше, чем все эти две. Она такая мини-бритва. Но очень сильно напоминает батчер английский по формам, по всем размерам. Тоненькая правильная кромка. Ровная. Так, сейчас буду показывать, как можно ближе, чтобы можно было максимально рассмотреть. Так, по хвату. Если кому, опять же, интересно. Можно вот так. Удобно, кстати. Можно вот так. То есть, хоть два пальца, хоть один палец. Закрывается. Так же все ровно. Это вторая у нас. И третий вариант. Это почти вот такого размера, как первая. Чуть-чуть поменьше. Вот такая. Ну, давайте сразу покажу ее в сложном состоянии. То есть, все ровно. Видите, да? Грани оправы и полотна, они параллельны. Вот это новый пластик. Он прибыл ко мне из Японии. Долгим, таким, сложным путем. На таможне было очень много проблем из-за этого у меня. Ну, все-таки протащил. И теперь у меня есть всяких разных цветов. Да, не дешевая штука, но тот пластик, может быть, видали вы ее там на бритвах ИСК 990 марки стали в Ухлеровской. Там вот точно такой же пластик, только там расцветка серая, белая какая-то такая. А здесь она вот такая вот многоцветная. Везде шайбочки латунные, там тонюченькие стоят для скольжения. И вот по полотну также отличная заточка. Ровная, тонкая, то есть узкая. И с другой стороны. Да, кстати, я в этот раз все проклеймил, потому что у меня было пару-тройку высказываний по этому поводу, что я на прошлых бритвах из моностали не сделал ни одного клейма. Теперь здесь 22-й год, а здесь мое клеймо. Сейчас. Закрытие, все ровное. Вот еще раз покажу. Вот здесь вот зачалкивается она. То есть она вот так вот надо очень стараться, чтобы она выехала. Запорчик такой имеет. Вроде бы все показал. Ну что ж, обещанный тест на волос. Мне кажется, даже обязательный. Итак, пробуем. Резкость вроде есть. Не смотрю в камеру, потому что мне тут крайне неудобно из-за камеры выпрыгивать. Они как подпрыгивают красиво, весело подпрыгивает волос, попавший на острие. Это первая. вторая. Сейчас, секундочку, волос теряю. Тоненький, уж очень, очень тоненький волос. Так, так, так. Отпрыгнул. Вообще, выпал. Ага. Так, вам видно? Видно. Вроде бы. А вот мне не видно. Куда в руки сую. Волосы красиво отпрыгивают. Сейчас давайте добьем этот волосок. Хотя, от него уж ничего не осталось. Все. Отлетел. Уберем. Чтобы было видно. Так, взял новый волос. Слишком уж тонкие эти волоски. Слишком. Их вообще не видать. Куда я их там попадаю, нет. А, ну да, вот он. Так. Так, в камеру попал. Попал. Надрезал. Вдоль. Опять вдоль. Разрезает. Давай еще раз вдоль. А нет, отпрыгнул красиво. Мне тоже нравится, когда они красиво отпрыгивают. Он строгается. Волос. На две части. Сейчас он отлетит, наверное. Нет, еще раз строгается. Ух ты. Пальмочка-то какая вышла. Так, с волосами проблемы. Кончились, в принципе. Блин, честное слово, не понимаю, где я на бритву попадаю. распустилась, оказывается, я тут шваркаю его. О, отлетел. Так. Отлетел. Надо подлиннее брать. О, больше у меня это видно, что я делаю вообще с длинным куском волоса. Ну, надеюсь, будет видно все это на видео. Очень надеюсь. Ну, что ж, вот и подошел к концу сегодняшний обзор новинок. И встречайте, встречайте на сайте сегодня в наличии. и на YouTube канале, конечно же, смотрите. Ожидаются еще, кстати, новинки из раздела комиссория. Думаю, должно получиться очень неплохо. Всем пока. До новых обзоров. субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok